Добрый вечер! Это программа «Кто хочет стать миллионером?» Каждый воскресный вечер эти чудесные артисты пытаются на ваших глазах быть точь-точь. Сегодня они будут сами собой. Перед вами Ирина Дубцова, Дмитрий Колдун. Ирочка, не может быть, чтобы что-нибудь бралось из ниоткуда. Вы в 10 лет пели в фен в ванной, пытаясь подражать кому-то из любимых певиц. Было дело? А фен как будто микрофон. Дмитрий, я в 10 лет уже знала о том, что петь в фен в ванной крайне опасно для жизни. Музыка Меня заразил любовь к музыке мой папа, безусловно, прекрасный джазовый музыкант. Джазовый? Джазовый? Элафи Джеральд? Ну, сестры Берри, Элафи Джеральд, Натали Кул, Уитни Хьюстон. Мне было ближе все, что связано с ритмин-блюзом. То, что сейчас называют R&B, да, это уже, конечно, немножко не то для меня. Для тех, кто петь не умеет. Вот. Ну... Да-да-да. Ну, вам неудобно, вы ведь в шеху, а я не в шеху. Я положу этот угол сейчас. Мы breaking the moods, ignore the machine, you won't ever stop dance, to chase. Такая классика, на которой я пыталась учиться, пыталась подражать, пыталась быть точь-в-точь. Дмитрий, ну и у вас, конечно, у вас кто был? У меня был тоже отец, несмотря на то, что он по профессии преподаватель, как и моя мама. Но он всегда... Не музыки, не музыки? Нет, он тяготел всегда к року. У него большая была медиатека, кассеты, Scorpions, Foreigner, Deep Purple Queen. И вот поэтому на этой музыке я и вырос. А я считаю, что вообще самое главное, чтобы было весело. Потому что, в конце концов, не красота Димочки, а чувство юмора спасет мир. Я дна, я грущу. Здравствуйте, Геннадий Викторович. Я надеюсь, сегодняшнюю нашу партию красота Ирочка обязательно должна спасти. Ну, господа, дай бог, но здесь... Тогда сделайте мне на это скидку. Вот бы и рады, но, к сожалению, это жесткий мир денег. Денег 3 миллиона. И получаются они в результате правильных ответов на 15 вопросов. Ну, Маша воля, мы бы отдали вам, талантливым людям, все на свете. Только пойте, мы не можем. Значит, у нас 4 подсказки есть. Вам предложите это. Звонок другу, помощь зала. 50 на 50 и право на ошибку. А какую сумму вы считаете несгораемой? Говори. Давай, раз, два, три. Ну, что? 200 тысяч. 200? Ну, я бы сказал, что амбициозно. Да, 200 тысяч. Такую сумму наши игроки называют несгораемой. И для Ирины Дмитрия начинается игра «Кто хочет стать миллионером?» Так, господа, первый вопрос 500 рублей. Какое превращение совершает тот, кто придает большое значение мелкой неприятности? А. Делает из блохи бегемота. Б. Делает из жука жирафа. Ц. Делает из комара вампира. И Д. Делает из мухи слона. Ну, я думаю, что... Да, думай, думай. Ну, естественно, вариант Д. Надо думать, конечно. Конечно, Д. Делает из мухи слона 500 ваших. 500 рублей. Можно доехать на такси отсюда. Да. Удваиваем сумму. Второй вопрос. Тысяча. Что хозяйка делает с бельем после стирки? Массирует, гладит, холит, лелеет. Я, например, делаю все, кроме массирует, но гладит более... Гладит, конечно. ...верный вариант. Гладит. Ответ Б. Гладит. Тысяча ваша. Это подвох, мне кажется, есть. Да, ну где-то должно быть. Подвох начнется... Подвох с третьего вопроса начнется. С восьмого. Третий вопрос 2000. У нас всегда с восьмого начинаются фокусы. Как называется фильм Эльдара Рязанова? Юные пони, подрастающие жеребцы, старые клячи или великовозрастные кобылы? Старые клячи. Старые клячи С. 2000. Любима. Я не знаю. Четвертый вопрос 3000. Какими не бывают музыкальные инструменты? Смычковыми, язычковыми, щипковыми, шлепковыми? С стручковыми точно не бывают. А тут и нет такого варианта. А, да? Смычковыми бывают, с щипковыми бывают. Да, это язычковыми. А шлепковыми это имеется в виду? Ну, они ударные. Почему шлепковые? А язычковые что это такое? Язычковые это языком. Может быть, варган. Дима. Я не знаю, никто. Я реально не знаю. Ну ладно. Ну, шлепковые... Ну, как шлепковые? Ну, со смычковыми, щипковыми тут нет проблем никаких. А вот что такое? Я не знаю. Шлепковых я вообще никогда не слышал. Языком играют, не играют, мне кажется. Я о шлепковых никогда не слышал. А ежели, уважаемый господин колдун, вы чего-нибудь не видели, так этого в мире и нет. Ну, значит, Д. Д. Шлепковые. Ответ Д. Шлепковые. Можно кого-нибудь отшлепать? Правильный ответ. Шлепковые. Совершенно правильно. 3000. Ага, вот и шлепки пошли. Пятый вопрос, 5000. Такая стена была создана позже других. Китайская стена. Берлинская стена. Стена плача. Альбом «Стена» группы Pink Floyd. Дмитрий, это ваша тема? Ну, смотри, китайскую стену. Китайская стена плача была очень старая. От Митая. Берлинская стена, она была во время Холодной войны, насколько я помню, установлена за этим. А альбом группы Pink Floyd. Какой год? Да бог его помнит. Что именно? Позже других. Позже других. Я знаю, что Берлинская стена была развалена. Так? А не пел ли кто во время развала этой стены? Ну, пели вроде бы... Скорпионс пели. Кто пел? Скорпионс. Нет? Судя по выражению лица Дмитрия... Мне кажется, что Берлинскую раньше все-таки поставили, нежели альбом группы Pink Floyd вышел. Они же еще живы, а Берлинской нет. И мы говорим? Мы говорим «Де». «Де». Альбом «Стена» группы Pink Floyd. Посмотрите на живую реакцию известной и любимой всеми госпожи Дубцовой. Она прячет лицо в ладони, потому что джазманы всегда относились к некоторым пренебрежениям к рок-н-ролльщикам. И как раз Уотерс, один из основателей Pink Floyd, пел при развале Берлинской стены. Правильный ответ. Да. 5 тысяч ваши. Позже. Я даже не знал. Спасибо. Нет, вы понятны все. Просто с подвохом. Я имею в виду, спасибо, что рассказали мне об этом. Стресуйте, стресуйте нас дальше. Меня, по крайней мере, точно. Ну, давайте желательно помучься. У нас еще подсказки есть. Не торопитесь отвечать. У нас есть подсказки, Дим. Ну, как бы, ну... Дим, подсказки. Что представляет собой Луна с точки зрения астрономов? Спутник. Звезду. Астероид. Планету. Луна, спутник. Планеты, они же вокруг звезд вращаются, а вокруг других планет спутник, естественно, вращается. Да. И вы говорите. Спутник. Ответ. А, спутник. Да. Ну, Луна, спутник всегда так выражаются. Да. Я вообще к астрономии, у меня только красивые точечки. На вас не смущается, вообще-то в обиходе спутник это такая железная штука, которую запускают. Вот она вокруг Земли, так же, как Луна вращается. Точно так же. А чем отличается? Никак. Почему ты торопишься? Почему? Я ничего не тороплюсь, спутник, я точно знаю. Адже вы, какой хитрец, господин колдун. Он торопится, мне кажется, куда-то. Не путайте меня. Ты куда торопишься? Ты куда тороплюсь? Ну, это прерогатив юнош. Это самый, эфирное время дорого. Давай, нам еще денег нужно заработать. Это уважительная причина. Эфирное время дорого. Ответ... Другие люди хотят поиграть в конце. Правильный. А. Луна естественная, спутник Земли, есть тысячи. Да ну вас, я уйду от вас, потому что вы меня пугаете. А скажите, товарищи, а ваш спутник в этой студии кто? Все, я закрытую позу приняла, это плохо. Естественный. Я пришел один, а вот Ира пришла. А я пришла с подругой. Кто это такая? Это мой спутник по жизни уже 15 лет. Ой, какая красавица. Мы дружим. Вот замечательная телеведущая Липа, она же Олимпиада. Липа, здравствуйте. Моя девочка, моя красавица, мы дружим с семьями, держит вот за меня пальцы скрещенные. А ведь и правда же, видимо, яркий человек. Вы знаете, вот все красавицы, вот когда им говорят, приведи подружку, это не опытный человек в жизни. Тут красавицы, все подружки страшненькие. Как же вы, две такие яркие дамы, уже столько лет не разругались, а наоборот только укрепляете вашу дружбу? Ну, так случилось, что, наверное, бывают исключения даже из таких правил, но вообще я верю в женскую дружбу, и мне кажется, это тот случай, когда не противоположности притягиваются, а мы как-то друг друга очень во многом заряжаем. Это правда. Ирочка, это не Талия прекрасная Липа, с кем вы вообще у Матвиенко начинали? Пели в группе девочки, совершенно верно. Вот у вас все возможности поругаться. Вы красавица, и в одной области начали. Ну что это, Дубцова, она лучше поет, что ли? Ну давайте. Однозначно. Виноваталия, 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 что люблю, виноваталия, что мой голос дрожал, когда белая песня ему. В момент испытаний вы подругу пригласили поддержать вас, да? Она волнуется больше меня. Я волнуюсь, мне плохо. Это правда. Это страшный сон оказаться на этой программе. Я никогда тоже не думала, что я услышу эту музыку вот так близко, а не из телевизора. Дорогие друзья, сейчас на ваших экранах появится специальный вопрос. Знаете правильный ответ? У вас есть шанс получить денежный приз. Пришлите ваш вариант на короткий номер 3022. Тот, кто сделает это первым, станет счастливым обладателем суммы в 10 тысяч рублей. Итак, внимание, вопрос. Что в русских деревнях называли кросна? А прялку, бэвейлку, цэ, ткацкий станок, да чесалку льна. Значит так, седьмой вопрос. 15 тысяч. Зубы вы нам заговариваете. Хочется же, конечно, сбить вас, понталыку. Тоже же денежки, я же за них как-то отчитываюсь, согласитесь. Это же не мои деньги-то. Мои я вам сумму отдал, и вы работаете в студии. Но это же не мои. Кто из супергероев родился не на земле? Супермен, Бэтмен, Человек-паук, Халк. Халк, по-моему, нет? Да нет, Халк... Давай, это твоя тема. Я, конечно, не знаток. Не торопись отвечать, я тебя очень прошу. Я не знаток. Но вот смотри, Бэтмен это... Это надо ребенком ему звонить. Он человек, в общем-то. Он человек, который решил, что он должен быть летучей мышью. Вдруг проснулся и решил? Человек-паук его... Мне кажется, он вообще кошка, нет? Бэтмен. Бэтмен. Бэт или ты черный? А, Бэт, в смысле... А я думала, он Бэд. Бэд, но человек-койка. Ну почему? Плохой, может быть? Нет, но он, мне кажется, хороший. Редиска? Все хорошие из них. Но единственное, что вот Халк немножко, он как бы сумасшедший. Зеленоват он, я бы сказала. Да, он тоже, по-моему, попал под какое-то облучение. И поэтому тоже, по-моему, было в земных условиях. Человек-паук. Его паук покусал, тут все просто, пауки, они же как-то на земле. Он стреляет такой паутины. У меня у ребенка есть такая перчатка, из нее стреляет паутина. Был период, когда все в доме было в этой паутине. А вот насчет Супермена, я, честно говоря, вообще не уверен, откуда он взялся. И был ли он на самом деле? Нет, ну он был. Я вот все жду, когда в моей жизни появится Супермен. А я жду, когда Бэтмен появится. Мужчина или Человек, в переводе с английского. Главное, чтобы Супер в начале стоял. Ну, то есть, смотри, какое дело с нами. Такое количество людей нас смотрит. Госпожа Дубцова нас сейчас волнует 15 тысяч, а не ваше прекрасное судье. А 15, не 10? Нет, 10 у вас уже в кармане. Я вам клянусь, я не знаю. Я правда не знаю. Мне кажется, все-таки, мне кажется, я просто пока предполагаю, мне кажется, что это Супермен. Ответ А. Почему? Это еще не ответ, секундочку. Дело в том, что Супермен, он, насколько мне не изменяет память, я вот не смотрел последнюю интерпретацию. Но, по-моему, он боялся какого-то зеленого кристалла, которого на Земле нет. Не существует, и, по-моему, мы его все время пугали. Дальше. Ну, и поэтому, мне кажется, что раз он его боялся, значит, он оттуда, видимо, убежал, где он есть. И поэтому это, ну, мне кажется, Супермен. Подожди, секундочку. Ты уверен или ты не уверен? Я не могу быть уверен. Какого кристалла он боялся? Криптонита, по-моему. Так. Он на Земле есть? Я такого вещества не знаю. Нет. Как химик. Ты химик, это прекрасно. Я помню, мы с тобой это обсуждали. Криптонит, значит? Ну, вроде бы. Так, дальше. Ну, а, у меня нет других. Я химик, только в любви. А, паук, значит, его покусала паук, Халк, он отравился каким-то... Зеленкой. Зеленкой отравился. И Бэтмен, он тоже как бы... Госпожа Адопцова, согласны, что это Супермен? И он боится Криптонита? Или вы не согласны? Вы знаете, в моем представлении Супермен не боится ничего. Я вот так скажу. Ну, по-моему, он боялся. Я не знаю, боится ли до сих пор, но... Давай позвоним ему, Дим. Когда я был знаком... Давай ему звонить срочно. Итак. Может, не будем звонить? Ты уверен или нет? Ну, мне кажется, что Супермен. Хорошо, я молчу. Итак, вы говорите? Супермен. Ответ А, Супермен. Почему вы не позвонили? А нельзя на подругу оборачиваться? Она мне взглядом покажет. Ну, у меня лично... Вам еще придется это сделать. У меня лично... А, да? То есть вы правильно ответили? А может, как раз, потому что неправильно. Сейчас это шлепковое пошло. Супермен. Появился на свет. На... Планете Криптон. А-а-а-а. Откуда я криптонизм? Правильный ответ. А! 15 тысяч. Восьмой вопрос. 25 тысяч рублей. Кто является ближайшим родственником насекомого кобылки? Кто это вообще? Заранча. Бабочки. Жуки. Пауки. Кобылка. А кто бы знал, как она выглядит еще, эта кобылка. А мы ее встречали в обычной жизни? Ну, как вы думаете? Ой, я не думаю, я работаю. Человек на работе в России. У вас работа такая думать. Ну, вот что, господа, у вас есть четыре подсказки. Зачем вы их сохраняли? Домой вы хотите взять, что ли? Давайте теперь... Ну, я не думаю, что вы по кобылкам. Ну, давай по-порассуждаем. Ну, мне вот что кажется. Вот кобылка, она что делает вообще в жизни? Вот если даже не кобылка, а кобыла, она как себя... Я все... Мне люди представляют, даже не животные, понимаешь? Ну, кобыла, она что такая? Как бы... Такая вот, да? Ну, да. И поскакала. А может быть, летающая кобылка, это бабочка, пегас какой-нибудь? Честно говоря, нечто похожее на бабочку, не поворачивается слово назвать кобылкой. Ну, летающая кобылка, чем тебе не бабочка? Ну, это пегас. Вот я уже не сказала, нету. Хорошо. У меня, понимаешь, у меня творческий этот... Ну, смотри, вот... Кобылка несколько подскакивает по вашему... Подскакивает, да. Ну, на самом деле, да, как бы скачет, да. Мне кажется, что она, как бы, имеет такое свойство. Паук, он... Ну, как... Пауков боюсь. У меня жуткая... Кобылка, значит, арахнофобия. У кобылки, ну, наверняка есть какая-то ассоциация, что у нее все-таки там четыре ноги, может быть. Потому что все-таки у кобылки четыре ноги, у бабочки... У бабочки нечего скакать, у нее два крыла есть. Жуки. Ну, опять же, смотря какие жуки, вот, например, которые... То есть, группу, например, рассматривать жуки можно. Вот, например, вша — это жук, нет? Бош. Помните, какой льва косили? Тиф разносит вша, точка и ша. Дим, не путай меня. К чему это все ведет? Мне кажется, что соронча, но я не могу принимать... А соронча? Я не могу принимать такое решение. Нет, ну, Дима, ну что такое? Я не могу принимать такое решение. А, вот, что кажется? Мне 25 тысяч, вот именно это. Мне... Ближайшим родственникам насекомого кобылки, неизвестного никому, как я понимаю, не только нам. Ну, может быть, соронча ее знает. Не существующего насекомого, скриптон планеты, откуда же человек? Человек-супермен? У меня просто ассоциации. Смотри, значит, бабочка, она как бы на кобылку как бы нет, да? Ну, бабочка, ну зачем? А паук? Ну, паук вообще фуку. Он просто ползет такой, как бы мерзкий, и даже не поворачивается назвать его. Саронча совершает нашествие. Саронча, она такая как бы... Стаями. И гадит, портится нам сельское хозяйство. Ну, жуки, они какие-то круглые такие, длинные, а все-таки у саранчи, знаешь... То есть варианта здесь нет, да? Да, смотри, нет. Правильно. У саранчи, вот если ляжку заднюю взять, посмотреть, она как бы такая, такая, вот такая изящная, да? Какая же она изящная. Ну, в смысле такая, мясистая. Я в детстве, когда ты ловил саранчу и исследовала ее ляжку, я избегала контактов с саранчой, с прочими насекомыми, особенно с кобылками, видимо. Смотри, знаете, есть вопросы, на которых, может быть, логика, она не работает, но здесь, мне кажется, она какая-то есть. Работает. Поэтому мне кажется, что саранча... Саранча, ну, не, что, прости, я согласна с тобой. Ну, пожалуйста, вот есть подсказка. Я с тобой согласна, но я всегда сомневаюсь. Я всегда, я из тех людей, которые... А потом ты будешь меня корить за то, что... 148 раз отмерь, за один раз отрешь. Взяли подсказку, ты будешь меня обвинять. Я не буду тебя корить. Пилить будешь меня, как на точь-в-точь всегда пилишь меня. Дмитрий, вот по глазам вижу, хочет пойти чаю выпить, мне кажется. Дмитрий пойдет пить чай, если мы прямо сейчас закончим. Да? Ну, тогда саранча. Что, Дмитрий? Я просто, ну, я же не могу, но надо... Юрочка, вы к тому, что надо взять подсказку для страха? Или не надо брать? Или саранча достаточно? Нет, я доверяю Диме, в конце концов, мы вдвоем участвуем. И пилить я тебя не буду, если неправильно, честно. Ну, мне кажется, все логично должно быть. Какая-то логика должна быть на седьмом вопросе. Все-таки это же не пятнадцатый. В этой программе логики нет никакой. Значит, что делаем? Дим, ты уверен? А? Ну, если бы я был родственником кобылки, я был бы саранчей. Султан, я бы имел трех жен. Ну, так как вы не родственник кобылки. Ну, я бы предпочел быть саранчевой. Я скажу так, я насекомых недолюбливаю. А? Нет, ну, пусть будет А. Пусть будет А. Пусть будет А. Ответ А, саранча. А, кобылка. Дима? Кто хлопает? Не знаю. Кто-то хлопал за спиной. Липа. Если липа, то, значит, мы правильно сказали. Шлепковый инструмент у кого-то сзади. Или кобылка своими крыльями тут похлопывает. Ну, пожалуйста, саранча. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Хоть бы это была саранча. Хорошо, по многочисленным. Саранча, склонись над нами. Просьбам госпожи Дубцов и господина колдуна. Это саранча. Ответ А. 25 тысяч ваше. Красавец. Именно это и хотела вам флюидами в шпину. А сейчас можно повернуться? Ну, сейчас давай. Ну, конечно. Это все страшненькие. Богомолы, кобылки, саранчане. Все похожи. Фу, какая гадость. А ты знаешь, как выглядит кобылка? Да. Но они очень похожи на кузнечиков. Вот они все одинаковые страшные. Я в жизни не слышала, что есть насекомая кобылка. Умникает. Я в этот момент учила гамму, видимо. Когда липа скакала с кобылками. Где-нибудь в ближайшем Подмосковье. А я в Волгограде. Сидела и учила гаммы. Надо сказать, что состояние человека, который смотрит за играющим, пусть даже в трех метрах от него, уж не говоря по ту сторону кинескопа, и с того, кто собственно играет, не совпадает. Ведь вот сейчас многие люди сидят наверняка у себя в мягких креслах. Как это они не могут знать? А вы здесь посидите? Это мысль, с которой я сюда приехала сегодня. Но сейчас Толяк Шива, Мира. Я все больше и больше понимаю, что у меня прекрасный партнер. Прекрасно. Так, скажите об этом, если выиграете 50 тысяч, при верном ответе на девятый вопрос. Когда уверен, говори я. Смотрите, как выглядит девятый вопрос на 50 тысяч. Что такое лоферы? Носки, перчатки, туфли, брюки. Четыре подсказки, господа, ну здесь что-то надо делать. Дмитрий, это... А, это вы знаете? Да. Что это? Конечно, вариант С. С. Это туфли, лоферы, туфли. Это такой разновидность обуви. Похожая на макосины. Похожая на макосины на плоской подошве. Вы согласны с этим? Не берем ничего? Подсказки не берем? Госпожа Дубцова удовлетворяет вас своими размышлениями? Госпожа Дубцова удовлетворяет. Ну, просто 50 тысяч, это примерно две пары лоферов. Ну, ты знаешь, лоферов. Две пары лоферов, да. Не буду называть. То есть, как бы недешевые лоферы, да? Ну, смотря в каких марках. Ты их держала в руках, лоферы, да? Я их держала на ногах. В общем-то. Ну, о чем тогда речь? Нет, ну, может быть, меня обманули в магазине, когда мне продавали... В продуктовом? Под названием лоферы перчатки, например, или брюки. Значит, господа... Нет, ну, я тебе доверяю. Слушай, я теперь уже сомневаюсь. Как? Я теперь уже думаю, может быть, меня как-то... Я вот не доверяю, например, работникам модных магазинов, которые обувь, которую я описала, называют лоферами. Ну, ты считаешь, что это обувь? Ну, потому что мы с тобой сейчас не стали лузерами, Дим. Ну, подожди секундочку. Смотри, вот брюки, значит, да? Ну, брюки, ну, разные бывают брюки. Перчатки, ну, тоже как-то они, вот, они все-таки наверху, поэтому как-то лоферы, не знаю. Да лоферы, лоферы. Что лоферы? Туфли. Туфли? Ну, туфли как туфли, потому что носки как бы нет. Носки, они как бы носки. Кто-то вам верил? Я верю, я верю. Вы верите, госпожа Дубца? Я верю. И вы говорите... Не зря. Что... Вот как и раз наш, так мы умеем. Я ничего не говорю, я ничего не говорю. Да и я молчу. Мы не берем никаких подсказок. И я молчу. В прошлый раз я сказала. А, а ты будешь ко мне цепляться, если я не права? Буду цепляться, да. Дим, будь более уверен. Ну, я верю тебе. Я не знаю, что ты мой лофер, но я тебе верю. А я не могу спорить с мужчиной, у меня вот проблема. Я верю. Туфли? Туфли. Ну, туфли. Пусть будут туфли. Что теперь? Без каблука. Если не туфли, тогда уже что? Все равно денег не хватит. Похожие на магазины. Дмитрий, не томите уже. Я не знаю, мне все равно. Я хочу домой. Пустите меня домой. Подожди, еще мало денег. Я думаю, что на две пары лоферов нам хватит. Мне? Все-таки лофер сейчас не тот пошел. Жидковатный, че, лофер. Ну, Дима, не томите. Это туфли без шнурков, напоминающие магазины. Чистая правда. С. 50 тысяч ваших. 100 тысяч. Это сложные вопросы пошли. На 10-й вопрос. Да, Ирочка, вот сейчас пойдут сложные. А, только сейчас? Это вот только кобылка и лофер. А можно я попью водички? Сделайте одолжение. Приятного аппетита. 10-й вопрос. 100 тысяч. Без чего не могут обойтись участники новомодных мероприятий под названием «Бесшумные дискотеки». А без беруши, Б без 3D очков, С без снотворного, Д без наушников. Логично, что без наушников. Логично, что... Ну, я как себе это представляю? Я никогда не посвящал. Ну, видимо, это какое-то мероприятие, на котором просто человек, который туда заходит, он не понимает, где он находится, потому что все вроде отрываются, танцуют, а музыки нет. А музыки нет, потому что музыка в ушах. Музыка у них в ушах. 3D очки, ну... Какие ты знаешь. 3D очки – это уже не дискотека, это уже просмотр фильма, киносеанс. Это киносеансе на большом экране, танцевать. Нет, я думаю, что нет. Ну, сейчас 3D очки уже и дома можно использовать. Ну, логично, наушники, но на 100 тысяч такой простой ответ. Ну, а почему нет? Ты думаешь? Может, они думают, что мы сейчас сожмемся и не ответим. И скажем, что без снотворного. Не, ну, логика, конечно, железная. Что-то Дмитрий сомневается. Да я и с лоферами не знал, что я делаю. Нет, ну, лоферы я... Да ну, вы такой модник и не знаете, что такое лоферы, не поверю никогда в жизни. Бесшумные дискотеки. Я же уже обратила внимание на ваше обуви. Бесшумные дискотеки, они, наверное, со стороны бесшумные, да? Верно ведь? Конечно. Потому что это же описание мероприятия, которое вот... Ты заходишь и ты понимаешь, что нет шума, да, вот просто такое вот, да. Под ту музыку, которая у него вышла. А может быть, даже наушники, может быть, даже радионаушники, где играет одна и та же музыка, чтобы все в такт. Ну, Wi-Fi какие-нибудь. Ну, может быть. Ну, бесшумные дискотеки логично, да, устраиваются в тех местах, в которых нельзя шуметь после определенного времени суток. Да, отлично. Да? Например, нельзя в жилых домах по закону, я знаю, кроме подвальных помещений. Да, со звукоизоляцией. Да, рестораны, почему некоторые работают до определенного часа, да, по-моему, до 12. Да и вообще хорошо. Да, в квартирах нельзя шуметь. Да, в некоторых можно. Я могу, например, у меня бесшумные дискотеки бывают часто дома. В 3D-очках? Я. Угу. Сама по себе. Да, да, да. Ну, да. Ну, что, берем наушники. Ну, это очень просто. У водителей общественного транспорта бывает бесшумная дискотека, они плеер оденут. Когда они по кочкам, а пассажиры там внутри. Да. Не, не, это очень просто, это какой-то подвод. Смотри, я тебе сейчас вот что скажу. Давай. Ну, сейчас, смотри, вот выбираем любую подсказку. У тебя такой нос красивый. Нос, да? Так просто блин, как не вадим. Растил. Мы сейчас выбираем 50 на 50, нам все равно без наушников оставят, потому что мы их не смотрим. Смотри, я сделала тебе комплимент, а Дмитрий принял закрытую позицию сразу. Да что вы все по позиции, что мою Ирочка. Дмитрий Денингралко. Мне нравится ваша цвета, цветовая гамма. Благодарю вас. Я вам тоже когда-нибудь что-нибудь хорошее скажу. Ну, сначала давайте-ка 200 тысяч выиграем. Но... Сейчас что бы я вам не сказал, вам будет ниже. Ну, мне кажется, без наушников. Думаться, что это разбивает стол. Ну, какие вот бесшумные дискотеки. Кто будет... Ну, логика. Подождите, Дима, это очень просто. Ну, это очень просто. Может быть, какие-то спящие дискотеки действительно. А может, в этом и подвох, что слишком просто. Мне кажется, что без наушников... Дима, я останусь без лоферов. Сейчас из-за тебя. Ну, я останусь тогда без наушников, если... Ну, в принципе, можно взять страховочку в виде права на ошибку, пожалуйста. Если вы все не уверены... Права на ошибку надо брать, это побольше. Вот жалко, вот честно, клянусь, но жалко. Права на ошибку жалко? Да вообще жалко. Ну, вот как, ну, что значит без 3D-очков? Да понятно. Нет, 3D-очки-то забыли вообще. Бешумные дискотеки. Нету 3D-очков. Бешумные. Ну, без наушников. Без снотворного. Ну, никто... Ну, это первое, что приходит на ум здравомыслящему любому человеку абсолютно. Не музыканту причем. Ну, ты себя считаешь здравомыслящим человеком? Вот ответь мне на то. Иногда. В основном нет. Ну, говори тогда наушники. Да уж, давай. Ну, это позор. Нам просто не простят. Кто не простит? Они. Те, кто ходит на бешумные дискотеки. Те, кто ходит на дискотеки, что мы... Ты думаешь, ты их встретишь в темном переулке? Мы современные люди. В темном переулке. Мы должны... Ты ходишь под воротнем? Нет, я живу... Не бойся их. Это хорошие люди. Которые слушают в своих наушниках свою разную, но любимую музыку. Мне уже закипело в определить могут. В точь-в-точь. Почему это? Не знаю. Ну, ты крутой кипелов был. Поэтому без наушников... Мне вот Ирина Санна Аллегрова пока не звонила. Я все жду. Я бы ответил без наушников. Ты вот сама решила. Я бы тоже так ответила. Но я не знаю. Ну, я не знаю. Давайте ответим без наушников. Ну, давайте без наушников. Верочка, дай без наушников. Ну, давай. Ну, хоть один раз. Ну, давайте без наушников. Дай без наушников. Да, да, да. Ну, так жалко будет. Да, да, да. Аценсус? Да, да. Ну, будет жалко. Без подсказок. Дай без наушников. Да. Дай без наушников. Госпожа Дубцова, разумеется. Когда подозревает, что на 100 тысяч рублей простого вопроса без подвоха быть не может. Все, мы продули. Наши гости дали ответ «Д» не только что без наушников, но еще и без подсказок. А так это или нет, мы узнаем только после рекламы. Пока вы смотрели рекламу, дамы и господа, здесь в студии игры «Кто почитать миллионером» не утихали споры. И сейчас мы узнаем правильный ответ. Да не дай бог, что он будет неверный. Дело в том, что существо бесшумных дискотек состоит в том, что люди вовсе не обязаны слушать музыку. Что, получается, без перушек, что ли? Как на нормальной дискотеке, имеется в виду одну и ту. Они имеют право ее выбрать, каждая для себя какую хочет. Поэтому они получают беспроводные наушники. Выбирают музыку и танкуют. Что здесь ваши? Дорогие друзья, вы также можете принять участие в нашей игре и в случае победы получить денежный приз 5000 рублей. Отправьте слово «игра» на короткий номер 3022 и ответьте на все вопросы нашей СМС-векторины. Тот, кто сделает это первым, получит 5000 рублей. 11 вопрос на 200 тысяч. Может, и должен принести вам... Сейчас такой будет вопрос. И это только начало. Дальше вообще... Смотрите же, 11 вопрос, 200 тысяч. Какому бунтовщику в 1906 году посвятил свою картину Василий Суриков? Емельяну Пугачеву, Ивану Болотникову, Степану Разину, Кондратью Булавину. И вот сейчас преподаватель мой по истории искусства в школе, а я училась в художественном и архитектурном классе. Да? И что? Не в музыкальном? Я и в музыкальном училась, и параллельно. Я где только не училась. Я не знаю. Сейчас посмотрит и скажет, эх ты... Нет, просто в какой-то момент музыка взяла верх, и я ушла из художественной и архитектурной школы в школу при институте культуры. А вот это художественная и архитектура, имеется в виду прямо действительно мольберт, плене? Действительно мольберт, действительно история искусства, как к своему стыду, да, признаюсь сейчас. И я все это училась, давала на отлично. Несомненно. И так устроена моя память, что я автоматически вот все, что мне давалось учить, зубрить, да, в детстве все равно так или иначе мы все зубрим больше и запоминаем как-то, как-то запоминаем не ради того, чтобы получить знания, а ради того, чтобы сдать и получить оценку, да, а получив оценку, получить одобрение родителей дома. Я просто сама мама школьника, и я это вижу сейчас уже со стороны. Ну хорошо, чтобы сделать долгую историю короткой, мы понимаем, что можно взять 50 на 50. Так а какая разница? Подождите, а мы можем на один вопрос тратить не одну подсказку? Один, а потом можно взять право на ошибку и уж точно пройти дальше, уж точно получив несгораемую сумму. Давай позвоним. А тот, кому вы звоните, не окажется в идиотском положении? Кстати, потом все... Об этом я тоже думала. Но потом все равно можно взять 50 на 50. Я просто такой человек, что лучше я буду глупо выглядеть, чем кто-то из... А я лучше, чтобы другой кто-нибудь... Вот зараза, а! Правильно все скажет. А вдруг скажет правильно? Может, позвоним? Ну давай позвоним. Ир, ну я не могу принимать сам такие решения. А я не могу, я привыкла, что... Ну давайте позвоним. Если рядом со мной два мужчины, то уж как минимум один из них должен принять решение. Хорошо, мы звоним. А кому мы звоним? Давайте позвоним Андрею. Андрей. А он знает? Подождите секундочку, секундочку. Кто такой Андрей? Андрей, мой друг... Друг-искусствовед, надеюсь. Нет? Ну он, мне кажется, должен знать ответ на этот вопрос. Он музыкант. Не факт, я тоже музыкант. Но мне кажется, он должен разбираться. Еще и художник по совместительству, но я не помню. Не, ну не хочешь, не будем звонить. А уже все. Сказали же. Как это? А вы сказали, давайте звоните. А давайте так назад отмотаем. И возьмем 50 на 50. Нет? Так может быть, до 500 рублей сейчас назад отмотаем? Вы сейчас со стольником сидите в руках и возьмете 200. И все еще назад отмотать? Ну нет, товарищи, давайте выигрывать. Звоним Андрею. Кто это вообще в конце концов? Андрюха? Да. Андрюха. О! Андрюха на связи. Вы не знаете, о ком речь. А уже Андрюха. Алло, Андрей? Алло, да. Здравствуйте. Это программа «Кто хочет стать миллионером». Ее ведущий Дебров фамилия такая есть. Знаете? Да, слышал. Да нет, программу, знаете или нет, суть ее в том, чтобы ставить в дурацкое положение достойных людей. Да, я слышал эту программу, знаю. Да, вы знаете этот наш почерк. Ну вот сейчас мы довели до меловой бледности двух очень хороших и отторженных и достойных людей. Я имею в виду Ирины Дубцовой и Дмитрия Колдуна. Андрей, привет. Привет, привет. Так вот только вы можете вывести их из этого состояния. Попробуйте помочь им завоевать единственный несгораемый суд. Попробуйте? Да. Давайте попробуем. Итак, друзья, у вас 30 секунд. Пожалуйста. Андрей, какому бунтовщику в 1906 году посвятил свою картину Василий Суриков? Емельян Пугачев, Иван Болотников, Степан Разин или Кондратьев Булавин? Степан Разин. Степан Разин. Точно так и говорю. Ты уверен в этом? Да, да. Почему? А почему? Ну, по-моему, так. Ну, я не знаю, мне подождется так, да. Уже кажется. Вот они все так говорят, эти Андреи. Ну ты скажи хоть что-нибудь точно. Хоть когда-нибудь в жизни. Сначала да, потом не уверен, потом всего доброго. Алло. Вот видите, какая разница между друзьями. Вот между Дмитрием и Андреем одна тональность, а между Ириной и Липой другая. Про Кобылка Липа знал, а Андрей в более сложном положении. 200 тысяч. Я же голова запружилась. А вот даже ничего не вспоминается. Нет, ну я помню Степан Разин. Что, да, 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 Разин, а еще вот всех остальных помнишь? Давай включай свою логику. Этих так двух вообще, я не знаю, может они выдающиеся люди. Ну что их писать? Да, ну мне кажется... Согласна. Что мы делаем? Убедил вас Андрей? Мы говорим, что это Разин? Я считаю, надо брать право на шип. Ты как считаешь? А мы же можем взять еще одну подсказку? Да, пожалуйста. Дим. Если... Ну, я не знаю. Скажи, вот объясни мне, кто такой Андрей? Андрей, он музыкант. Симпатичный? Господа, какое отношение... Извините. Внешность Андрея имеет перспективы взять или не взять ... Достаточно обаятельный. Обаятельный. Женат, счастлив в браке? Нет. От того, наверное, что он и не женат. Не верю. Поэтому я ему и звоню. Не верю. Так что неженатому человеку сейчас под силу отгадать. Это какая связь, интересно? Не знаю, никакой связи. Не трогайте меня. А ну, какая связь, расскажи мне. Может, у меня жизнь наладится? Ну, то есть, когда семья, там, нет дела до Степана Разина, Емельяна Пугачева. А, да? Ты считаешь, что такая связь? До никаких вот бунтов. Все хорошо. То есть, другие страсти, да? Да. Ты знаешь, ты где-то прав. Поэтому... Ну, говори. Я свою подсказку отраспелил. Пожалуйста. Надо брать право на ошибку. Я реально, я призналась сразу, что я, несмотря на то, что я учила все это дело в школе, я не помню. Поэтому... Я вообще ничего не знаю. Я вот просто позвонил. Ну, хотя бы у меня сейчас есть хотя бы вариант... Посоветуйте, пожалуйста. Что здесь? Знаете вы свою силу. Иртика, тут дело такое. Вы можете хоть все взять. Но право на ошибку, штука хорошая, но она очень деспотичная. В том смысле, что она дает возможность дать сначала и неправильный вариант. Но следом она уже заставляет себя закончить. Давай уж точно правильно. Поэтому лучше поступать так, если уж ну совсем ничего, как Дмитрий выражается, не значит. Да. Взять сначала 50 на 50. Останется только два варианта, один из которых заведомо верный. А уж потом... Я говорила, не надо звонить. Взять. А я почему-то верю. Право на ошибку. Веришь? Верю. Ну рискнем. Ну разен. Не знаю. Ну и что нам... 200 тысяч на дороге не валяется. Я не могу один принимать такое решение. Все-таки как бы твои 30 процентов... Чего это 30? А сколько? Ну а сколько? Проси у меня потом, чтобы я тебе бесплатно песню написала. А вот остальную частью я и рассчитаю. Господа, а может вы начнете ваш международный супруг? Чтобы тебе купить у меня песню, тебе Зима понадобится. Знаешь, сколько? Не успели снять? Здесь столько не дадут, сколько тебе понадобится. Нет, почему-то. Вполне реальные деньги обсудим. Хорошо. Ну это только в том случае, если ты... Эр, принимай решение. Мне кажется, что все-таки Степан Разин, а ты уже знаете. Я отказываюсь принимать какие-либо решения в такой сложной жизненной ситуации. Хорошо, можно же взять 100 тысяч. Не, ну что... Не, ну это мы играем. Смысл какой-то. Ну играете же. Мы же не пришли заработать. Мы играем. С, Степан Разин. Заработать мы ходим на концерты. Выбирай, выбирай, все. 50 раз, 50 раз. Ну не знаю, ты что думаешь? Ты хоть либо ответил... Ну я бы ответил... Ну ты настолько уверен. Степан Разин. Отвечайте. Я бы ответил Степан Разин, но... Степан Разин, С. Ты подтверди. Я не знаю Андрея. Я тоже его не знаю. Я знаю пару Андрея. Но я знаю пару Андрея, которым верить нельзя. Мелкая моторика. Колдуна выдает его... Этот, как называется... Тремор. Я столько сил потратил. И хочешь продуть. Возьми 50 на 50. И на этом... Бери, 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 что хочешь. Давайте 50 на 50. Как стыдно. Уберите, пожалуйста, два неверных варианта. Сейчас останутся вот эти два. Ну, естественно. Молодец. Молодец. Ну, я женщина, во-первых. Во-вторых, я блондинка. Да еще и прихорошенький. А наши действия? Степан Разин. Право на ошибку и берите, что хотите. Степан Разин. Или идем на Разина? На Разина идем. Я не иду на Разина. Это не мое. Ну, что мы потом будем делать? Ну, получишь ты эти 200 тысяч. Но ты же потом себя проклянешь на 400 тысячах. За то, что у нас нет... Я считаю, что надо брать право на ошибку. Перестань. Берете? Прекрати. У меня вот это не действует, Дим. Что мы потом будем делать? Моя проблема в том, что вот это на меня не действует. А что на тебя действует? Я тебе потом расскажу. Давай не будем. Разин. Все. Нет. Да. Дима. На остальные вопросы будешь сама отвечать без подсказок. Договорились? А что там, вредничает сейчас? Позвоните Андрею. Я хочу спросить, это Дима сейчас вредничает или что? Или что он делал? Дима, давай тебя застегнем. Андрей сразу сказал, что это разин. Он и секунды не сомневался. Чего ты? Чего ты злишься? Я не злюсь. Мне кажется, ты злишься. Итак. А зачем было звонить? Я тебе сразу говорила, я не знаю этого Андрея, не хочу позвонить. Я тоже позвоню. Тем более женщина не должна звонить первая, в конце концов. Ну, хорошо. Я бы не позвонила Андрея никакому. Ну, я свое решение принял, ты так понял. Саразин, вот ваше решение. В моей жизни никогда не было легких денег. И вы говорите, что... Саразин? Саразин. Я знаю, что чтобы заработать мне денег, мне надо не на вопрос ответить, а поехать, сесть в самолет, полететь, отработать концерт. Тогда вот... А сейчас мы хотели бы знать, вы берете право на ошибку и говорите Саразин? Я не хочу ничего брать. Или вы говорите Саразин и не берете право на ошибку? Я искренне призналась, что я не знаю. Что вы делаете? Дима на меня давит. Я не давлю. Мы взяли две подсказки. Взяли две подсказки. Ну, если мы еще одну возьмем, то понятно, что будет все просто. А потом, что мы будем делать? Но мне почему-то кажется, что это Разин. Это Разин. А потом мы будем, я тебе скажу, что он будет делать. Потом мы постараемся отвечать на вопросы, которые, может быть, будут нам знакомы. А там будет один вопрос. Там будет всего лишь один вопрос дальше. И на него мы уже вряд ли ответим. Ответ подсказка и С. Да или нет? Если ты знаешь точно, просто вот сейчас играешь роль, тебе, кстати, хорошо получается. Посмотри мне в глаза. А вы своими двумя остатами тысячами отвечаете, если это так? Зачем ты злишься? Хорошо. Ну, так что? Если никому не доверять... Я такой человек, со мной спорить бесполезно. А вы же сказали, вы никогда не спорите с мужчинами. Я считаю, что нам нужно взять право на... Если никогда никому не доверять, то можно остаться без всего. Без двухсот тысяч. Знаешь, Дима, вот я всю жизнь всем доверяю. Я тебе потом пару расскажу историй жизни. А я вот доверяю одному. И человек меня никогда не подводил. Это Андрей, видимо. Да. Ответ «С» разен. Дима, не пугает. Нет, мы берем право на ошибку. Берете право на ошибку? Да. Я не хочу брать право на ошибку. Пока наши гости рассуждают, мы с вами посмотрим рекламу. Это был финал рекламы, а вот и финал рассуждений. Ну, я не помню, но хоть убей, ну вот хоть убей. Так, господа, надо принимать решение. Я сразу тогда право на ошибку. А я тебе предлагала взять 50 на 50 и право на ошибку. Ты сказал, что будем звонить. Мы позвонили некому Андрею. Да. И что? И он ответил на вопрос. Но потом он сказал, я не уверен. Я уловила это своим музыкальным слухом. А я думаю, что Степан разен. Давайте Степан разен. Я свое слово сказала. Я тоже свое сказал, все. Так. У вас есть какая-нибудь монетка? Дим, ну ты смотри, если сейчас ты неправильно ответишь, ты мне должен 100 тысяч. Давай так. Почему? Потому что. Хорошо. А если я сейчас правильно отвечу, кто мне сколько должен? Никто, ничего не должен. Я вообще ничего не должна. Выгодные условия. Я тебя вижу только на съемках. Практически ипотека. Это где такая ипотека? Ну-ка, расскажи мне. Ну таки, игра в одни ворота. Ну, как знаешь, Ир? Не знаю, я считаю, что если есть возможность взять несгораемую сумму в 200 тысяч рублей, сейчас сидят зрители, смотрят нас и думают, ничего себе, а не погнавшись за тремя миллионами, 200 тысяч рублей. Какая зарплата сейчас у нас? А полюбить так королеву, проиграть так миллион? Ну, слушай, знаешь, это как говорила Ирина Муравьева, да? Ну что, выиграла? Я вот всегда этот лотерейный билет покупаю. Ну и как выиграла? А как же, два раза порублю. А тут 200 тысяч, 200, Дима. Это огромные деньги, огромные. Давай. Как хочешь. Если все-таки это окажется Степан Разин, ты мне должна 100 тысяч рублей. Почему? То есть помимо тех 100, которые ты по-любому получишь, я тебе еще сверху 100 должна? Это где такая математика? Ну, такая вот белорусская математика. Ага. Ну, давайте что-то делать. Давай. Ну, и так, как хочешь. Я считаю, надо брать... Право на ошибку, да? Да? Да. Точно? Да, потому что я десятый раз говорю, что я не помню эту картину. Значит, игроки берут право на ошибку. Почему вы не понимаете? Имею в виду... Ну, пусть мне будет обидно. Это же игра. Я которую страховываю. И ваш первый вариант... А я не хочу проиграть 100 тысяч рублей. И ваш первый вариант... Что это плохого? Первый вариант, ну, поскольку мы можем два раза ответить. Да, можем. Ну, Емельян Пугачев пускай будет. Ответ А. Емельян Пугачев. Чего, такой вредный оказался. Посмотри, и даже не смотрит на меня. Ну, сейчас посмотрим на Госпына Колдуна. Это неправильный ответ. Правильный ответ. Ну, собственно, тут уже что остается? Степан Разин. Картина Степан Разин. Ну, что ты вот мне сейчас хлопаешь? Вот я тебе вчера так хлопала. Хорошо. 200 тысяч. Наши гости уже не потеряют. Дорогие друзья, вы также можете принять участие в нашей игре и в случае победы получить денежный приз 5000 рублей. Отправьте слово «игра» на короткий номер 3022 и ответьте на все вопросы нашей СМС-векторины. Тот, кто сделает это первым, получит 5000 рублей. Не надо использовать меня перед носом в шлепку. Двенадцатый вопрос. 400 тысяч рублей. Ну, что, вы выиграли 200 тысяч, правда? А вот теперь полмиллиона 400 тысяч рублей и подсказка «Помощь зала». И сейчас только от наших гостей в студии, может быть, зависит, получат ли наши игроки полмиллиона рублей. Представительницы какой страны чаще других завоевывали титул мисс Вселенная? Франции, Соединенные Штаты Америки, Венесуэлы, Швеции. Как? Ответ «С» – Венесуэла. Ну, Швеция – три раза. Француженки, ваши любимые, дорогие друзья, только однажды. Венесуэла – семь. А США – восемь. Нет? Ну, просто самые красивые женщины из Венесуэлы. Соединенные Штаты Америки. Восемь раз Ирочка права. Что ты на меня так смотришь? Дорогие друзья, ну вот это неподдельная страсть. Я себе 100 тысяч выиграла. Неподдельная страсть. Я рад. Ну, смотри, сейчас логически, а можно мы порассуждать? Да, пожалуйста, пожалуйста. Уже все равно. Конечно, все равно. Вот сейчас бы мы, у нас было бы право на ошибку. Нет, да. Без подсказки 50 на 50. Дим, я правильно говорю? Ну, конечно же. И что бы оно дало? Мы бы выбрали Венесуэлу, а потом бы ответили США. Ну. И выиграли бы? 400 тысяч. 400 тысяч. Так, и ты бы встал и забрал 400 тысяч? Не факт. Ты бы играл 800, а вот 800 был бы такой вопрос. И мы бы забрали 400. Дорогие друзья, выигрыш наших телевизионных героев, героев программы, точно, которую вы с интересом смотрите по воскресеньям. 100 тысяч теперь. Составил 200 тысяч рублей. Я хотел бы сказать, а наш выигрыш тоже кое в чем стоит. Мы увидели искренних людей, которые искренне служат своим страстям. Я же за тебя переживал. Злюка. Ты же кормилица в семье. Да. И оставим наших друзей еще... Ага, теперь мы видели их, как они есть. Настоящие. Искренние. Всегда такие... Злюки, не злюки, осторожные и, наоборот, отчаянные, как Дима, который хотел точно сохранить подсказки. Как бы то ни было, какой кайф видеть эту по-настоящему непредсказуемую, по-настоящему искреннюю игру.